Девушки отдыхают И во благо, не за красивое спасибо Услышавшего тебя рядом Ходит много слухов, как артист потерял передние зубы Давайте будем считать, что он в молодости неудачно чихнул И выпали зубы Сам певец как-то рассказывал, что передние зубы потерял еще на 9 день рождения Тетя подарила ему деревянную кеглю А младший брат с размаха ударил Сашу по лицу Итог, минус 2 зуба Шура так и вырос без зубов Потому что очень боялся стоматологов Саша, он хорош в любой ипостасе И без зубов, и с зубами Никто и не спорит Но в один прекрасный момент артист все-таки занялся своими зубами Правда, первая работа по установке имплантов была выполнена некачественно В какой-то момент они просто отвалились Потом певец долго искал специалиста, готового взяться за его сложный случай Потому что когда удаляется зуб, то у нас начинает уходить кость Уверен, там были проблемы с костью Это требовало подсадки кости, подсадки слизистой То есть нужно было подсадить после кости еще и десну И было установить имплантаты Пока шло лечение, Шура ходил с протезами С которыми практически нельзя было ничего жевать Певец питался только жидкой и мягкой пищей Из-за такой диеты он потерял 30 килограммов Я думаю, что случай с Сашей это только во благо Он стал еще прекраснее У него наверняка легкость в теле Всего на создание голливудской улыбки у Шуры ушло около 13 лет И 8 миллионов рублей Но, по крайней мере, сам певец озвучивает эту сумму И удивительно, что теперь он улыбается во все 32 зуба Я чувствую, что я родился, я чувствую, что я живу Я чувствую, что я не зря пою Я... все чувства, вот все И, кстати, сегодня Шура больше не выглядит исхудавшим Даже наоборот, видимо, новые зубы отлично справляются с любой пищей Помидорку больше? Певец Прохор Шаляпин у многих ассоциируется не только с любовными похождениями с дамами постарше Но и с белоснежной улыбкой, которую он демонстрирует всегда и везде Я... Когда тебе пишут комментарии люди, у которых все зубы догнили уже давно И, в принципе, уже надо там обращаться к докторам Спасать просто рот человека И вот мне гнилозубые абсолютно люди пишут от зависти к моим белоснежным, как говорится, зубам Правда, пару лет назад Шаляпин озадачил поклонников Выложил в своих соцсетях фото, на котором его зубы были естественного цвета Тогда Прохор рассказывал, что наконец-то снял виниры, потому что они ему надоели Мол, в моде теперь естественность, и он за нее Кто какие зубы выбирает, белые, серые, либо унитаз, это уже у каждого своя реализация На самом деле певец водил всех за нос, как он часто делает Шаляпин и не собирался отказываться от зубных накладок Просто старые уже свое отслужили И пока он их менял, пару недель ходил со своими зубами Поставил эти иллюминиры в 2015 году Потом что-то они стали у меня немножечко отваливаться Там колотиться, я же люблю и орехи То есть я этими зубами пользовался как вот своими То есть я и грыз сухари, и там ну все что угодно То есть вообще и карамель грыз, вот все-все-все А сегодня Прохор снова ослепляет всех своей чересчур белоснежной улыбкой Певицы Натальи Гулькиной выбили зуб микрофоном Это случилось прямо во время выступления Получилось так, что танцор, танцовщик Он делал какой-то па И он так с разворота ногой по микрофону И микрофон бьет мне в зубы И мне было очень больно, потому что я разбила губу Прям вот и кровь пошла И закончилось все тем, что я просто этот зуб потеряла В клинике Наталье предложили установить на его место имплантат А чтобы он не отличался от остальных зубов Наклеить на них виниры Наверное, это издержка профессии Но надо восстанавливать все равно Но важно быть, так сказать, всегда в форме Зубы это то же самое Твоя форма, ну как бы это твое лицо Но на этом история не закончилась Пока шло лечение, певица установили временный зуб И она отправилась на гастроли И вот там было вообще веселье Потому что во время выступления Прямо во время песни Он у меня просто вылетел А я... Можете себе представить? Я просто аккуратненько, я в реверансе Этот зубик беру в руку И в реверансе отдаю вот так директору Я микрофоном прям закрываю лицо очень сильно Обычно я вот так пою А тут прям вот так пою По возвращении в Москву Певица отменила все дела Чтобы наконец-то закончить эту эпопею с зубами Говорит, что теперь искусственный зуб, что называется Поставили на века А того танцора певица, кстати, не уволила И даже не лишила гонорара Он же хотел как лучше Танцевал от души А получилось как всегда Звезда 90-х Светлана Лазарева Стала жертвой недобросовестного стоматолога Певица чуть не лишилась зубов Такие вот печальные дела В моей жизни даже если случаются неприятности Я просто на них смотрю с радостью С улыбкой Но это сейчас А раньше Лазаревой было не до улыбок Певица давно хотела исправить прикус Плюс решить проблемы с верхней челюстью По словам Светланы У нее в детстве не вырос клык Из-за этого зубной ряд смотрелся некрасиво Но стоматолог вместо лечения и реставрации Предложил певице просто налепить поверх зубов виниры Виниры это керамические накладки Керамические пластинки Толщиной от 0,1 мм Это толщина контактной линзы Которая устанавливается на переднюю поверхность зубов С помощью эстетических моментов Они решают цвет и форму зубов Функционально они завышают высоту зуба Когда он стерся Певица не скрывала Сколько выложила за улыбку своей мечты 750 тысяч рублей Но что-то пошло не так Через полтора года у исполнительницы Зубы начали идти в кривь и в кость Шарлатанов много Людей, которые делают вид, что они суперработники Много, это правда Мне кажется, у каждого человека есть периоды Когда он готов Уже встретить того идеального доктора И Светлана встретила такого Тот врач объяснил, что нельзя было просто устанавливать виниры Без предварительного лечения Чтобы исправить прошлые ошибки с зубами Певице пришлось заплатить в три раза больше Но все не зря Вот поэтому я так хорошо выгляжу Кстати, стоматолог, которая испортила артистке зубы Не вернула ей ни копейки Впрочем, певица не стала устраивать показательных разборок В отличие от нашей следующей героини Певица Люся Чеботина тоже решила установить виниры Чтобы не тратиться, она договорилась со стоматологом на бартер Ей красивые зубы Врачу реклама в блоге артистки Всегда договариваешься с каждым человеком отдельно С кем-то там может быть 50 на 50 оплата плюс реклама С кем-то это может быть полный бартер Или полная оплата и человек уже сам рекомендует тебя Но бартера не получилось Стоматолог певицы рассказала журналистам, что установила Чеботиной виниры якобы на 2,5 миллиона рублей Но та отказалась оплачивать услугу рекламой у себя в соцсетях Выложите рекламу, пожалуйста, мы же с вами договорились И тут если нарушишь даже такой момент, что приходится просить Во-первых, они всегда вызывают ощущение, чтобы ты их о чем-то просила И во-вторых, складывается ситуация, что как бы и не хочешь давить Потому что человек известный, он может из этого шум устроить Вот исполнительница хита «Солнце» Монако его и устроила В своем блоге раскритиковала работу стоматолога по полной Чеботина возмущалась, что виниры получились большие и слишком белые К тому же в придачу она еще получила воспаление десен и гипертонус мышц лица Рот певицы просто не закрывался С другой стороны, зубы Люся делала тогда, когда так называемый унитазный цвет виниров Был на самом пике моды Раньше, конечно, в моде чаще была ненатуральная белоснежная прям улыбка И это было настолько кричаще Коллеги и подписчики Люси разделились на два лагеря Одни поддержали артистку Мол, понятно, почему она решила не советовать никому такого специалиста Я считаю, что в этом отношении артистка Чеботина права Потому что она известный человек И она должна быть в ответе за то, что рекламирует И если ее не устроил результат, она вполне имеет право не рекламировать Другие поддержали стоматолога Все-таки обещания надо выполнять В итоге Люся Чеботина заменила виниры на новые Сегодня у нее аккуратные накладки более естественного цвета И бесценный опыт Ведь не зря же говорят, что на здоровье не экономят Актера Дмитрия Нагиева обожают за его брутальный образ Лысину и знаменитый прищур А вот улыбка, по мнению поклонников, смотрится не очень гармонично Мол, зубы чересчур белые и ровные Как будто зря я их отбеливал Раньше у актера были и далеко не идеальные зубы Вот как выглядела улыбка Нагиева лет 20 назад По его рассказам, зубы сильно испортились за время службы в армии Питание там было не лучшее А стоматология еще хуже У нас в Советском Союзе не было ни одного нормального мужика Который хотя бы один зуб себе в армии не повредил Давайте будем честны Потому что когда ты приходишь, там есть стоматологический кабинет О, дедовщина Да и вообще Нагиев не скрывает, что по молодости он был задиристым Часто участвовал в драках После таких историй легко можно не досчитаться парой зубов И все-таки не зубы красят человека Нагиев стал популярным артистом И приобрел целую армию поклонниц даже с неидеальной улыбкой Хотя зубы оставались его больным местом Раньше, мне кажется, на это мало кто Ну не так обращали внимание, наверное Медицина не позволяла этого сделать Вот Поэтому, наверное, это не было важным Сейчас времена другие И, соответственно, сейчас это можно сделать Что, собственно, Нагиев и сделал Теперь у него все зубы на месте Идеально ровные и белые Он как бы очень внимательно относится вообще к деталям Всего того, что с ним вообще, с его образом происходит Он от носков до там очков И общей пластики И как бы... То есть для Димы важно просто каждая мелочь Новая улыбка Нагиева кажется идеальной Хотя у нее есть одна интересная особенность В верхнем ряду нет клыков Зубы сделаны будто под линейку Но это не ошибка стоматолога Такую форму артист выбрал сам Певица Любовь Успенская Сделала из дочери Татьяны Плаксиной Красотку И речь не о косметических манипуляциях и стилистах По словам Успенской На улыбку девушке Она потратила около 7 миллионов рублей Могу сказать, что я Никаких пластических операций не делала Все, что мне потребовалось Для восстановления Это вставить зубы В данном случае Такие траты на стоматологов Были не ради красоты Несколько лет назад Татьяна упала с велосипеда И не просто ушиблась А сломала обе челюсти И потеряла 5 зубов Все осложнялось тем Что несчастье произошло в Коста-Рике Где Успенская снимала для дочки Виллу голливудского актера Мэла Гибсона Пострадавшую 2 часа Доставляли в ближайшую больницу На вертолете Я пережила столько болей Физической, моральной Плюс, ну, боль От того, что ты просыпаешься У тебя нет зубов У тебя искаженная внешность У тебя искаженная дикция И это, ну, как бы Это было очень сложно После падения Татьяна перенесла 4 сложные операции Ей около года не могли Вставить зубы взамен потерянных Что касается челюсти нижней Которая ломается Она, как бы при переломе Она очень тяжело сращивается Для этого используются Различные ортодонтические И хирургические аппараты А дальше, после ее сращения Нужно понимать, в какое место Можно или нельзя устанавливать Имплантаты для Будущей реабилитации Уже самих зубов После аварии девушка полностью Пересмотрела свою жизнь Раньше она то и дело Оказывалась в центре скандалов Принимала запрещенные вещества Ходила по ток-шоу И обвиняла мать в тирании И рукоприкладстве Хотя коллеги по цеху уверены Что свои семейные разборки Женщины выносили на публику Не просто так Любая история В которой есть какой-то драматизм Это людей очень цепляет Когда вот кто-то кого-то обидел Кто-то кого-то бросил Ну потому что людям интересно Что у публичных людей Происходит за кулисами После этого, конечно Люди активнее покупают Билеты на концерты Похоже на то После того, как закончилась Эпопея с зубами Татьяна действительно начала Появляться на концертах мамы И не как зритель Женщины пели дуэтом А потом дочка взяла себе Сценический псевдоним Почитайте И объявила о своей сольной карьере Я полным ходом записываю Свой сольный альбом И я думаю, что в скором времени Уже вся страна сможет его услышать Что же, будем надеяться, что на этом Все невзгоды для девушки закончатся И новая улыбка поможет ей завоевать Музыкальный Олимп Не без помощи, конечно Звездной родительницы Одна из самых знаменитых народниц Нашей страны Надежда Бабкина Тоже сделала себе Ослепляющие белые зубы И неудивительно Ведь ее сложно представить Без широкой улыбки В конце концов, артист Первой величины Он обязан это делать А еще об артисте Всегда должны говорить Об улыбке Бабкиной Все эти чего только не говорят Мол, вставные зубы Получились слишком большими Из-за чего у певицы Якобы перекосила челюсть Я не хочу никого критиковать Тем более Надежду Бабкину Это великие женщины Которые прошли такой путь И они имеют право Делать все, что угодно Хоть, я не знаю Пришивать себе хвосты Я не знаю Зубы, вставлять все, что угодно По слухам Бабкина сделала Тотальное протезирование То есть поменяла все зубы В принципе Если посмотреть на старые фотографии певицы То можно понять, почему У Надежды была десневая улыбка Которую она скомпенсировала С помощью, скорее всего, десневой пластики Также у нее была диастема между зубов Это расстояние В принципе, считается, что у женщины И у девушки это признак сексуальности Но она решила закрыть Закрыть ее с помощью виниров Либо коронок И были слегка маленькие Для ее лица зубы Она, и, наверное, с совета врача Их увеличила И, конечно, изменила цвет Благодаря новой улыбке Артистка явно похорошела И помолодела Хотя дело не только в зубах Кажется, что за последние пару лет Бабкина исправила в своей внешности Все, что только можно Потому что это хорошо Понимаете, двигаться надо Развиваться надо Артистки приписывают липосакцию Изменение формы носа Круговую подтяжку лица Инъекции филлеров для увеличения скул Конечно, ее улучшали А кого не улучшали? Мы хотели, чтобы ее лицо было прекрасным Оно и стало прекрасным Мы хотели, чтобы морщинок не появлялось Но на ней не появляются Какие претензии? Да никаких В конце концов, поклонники любят артистку Не только за творчество Но и за ее неповторимый образ Такой бабы-ягодки Которая всегда улыбается Звезда сборной России и НХЛ Александр Овечкин Знаменит не только своими голами в хоккее Но и отсутствием верхнего резца во рту Для него это стало, насколько я знаю Мы дружим с ним Прям его фишкой Он же был с зубами Любой человек рождается с зубами Конечно, у Овечкина Или Ови, как его ласково называют фанаты Раньше зуб был на месте И лишился он его не специально В 2007 году хоккеист играл в составе американской команды Он в своей манере рубился на каждом сантиметре площадки И этим очень раздражал противника У одного из игроков лопнуло терпение И он влепил Овечкину по лицу черенком клюшки Ну, бывает Это грубый вид спорта Что ж, да Это хоккей Да-да Мы помним, что трус не играет в хоккей Так что Овечкин не стал жаловаться Вставил вместо зубовату Вытер кровь и вновь вышел на лед По окончанию матча на табло было 3-1 В пользу команды Ови Люди, которые занимаются спортом Они изначально обладают просто сумасшедшими качествами До конца, вперед Они же всегда думают только о победе А как, какой ценой она будет достигнута Это не важно Поэтому то, что они играют с травмами И там с выбитыми зубами Это абсолютно нормально После матча хоккеисту наложили 14 швов на губу Удалили остатки зуба и корень Вставить новый зуб для Овечкина С его миллионными гонорарами Было, конечно, не проблема Но он решил этого не делать Александр назвал себя русской беззубой машиной И шутил, что девчонки теперь будут от него без ума И настолько у него за ним закрепился вот этот образ Что он вот без зуба Что он даже, ну, естественно, вылечил Там все заделано Но он его не вставляет умышленно Охмурять девчонок отсутствие зуба Овечкину действительно не мешало Он встречался с красавицами Виктория Лопыревой Мария Кириленко Жанна Фриске А в 2017 году женился на модели Анастасии Шубской Которая родила ему двоих сыновей Одного из лучших футболистов в мире Криштиану Роналду В детстве и юности дразнили из-за зубов Чтобы понять, почему Достаточно посмотреть на его фото многолетней давности Я думаю, те сейчас Мальчишки, которые дразнили Криштиану Кусают локти И завидуют ему ужасно Это, конечно, да Но тогда внешность Роналду давала немало поводов для издевательств И он пошел на замену зубов Правда, не только из-за насмешек Неправильный прикус Роналду, вы не поверите Мог помешать ему стать отличным футболистом Оказалось, что из-за неправильного прикуса Португалец дышал через рот Поэтому быстрее терял силы на поле Любые диспропорции в прикусе Это напряжение внутри сустава Которое передается на все тело И изменив это положение Улучшив это положение Мы можем улучшить свою жизнь Уровень жизни Выносливость Сон, адаптацию, восстановление Как пример, есть специальные капы Которые разгружают сустав В этих капах тренируется И выступает вся китайская сборная На Олимпийских играх И, кстати, эти капы сейчас считаются допингом Роналду пришлось проделать большую работу Несколько лет он носил брекеты Лечил кариес Устанавливал имплантаты Вместо недостающих зубов А после установил виниры Чтобы зубы были не только здоровыми Но и красивыми Вот как в итоге преобразилась его улыбка Все мучения были не зря Роналду стал не только одним из самых Высокооплачиваемых футболистов в мире Но и настоящим красавчиком Мечтой миллионов девушек Так что зубы, если наши не все То очень многое